В шествии команд спортсмена-ветеранов 4-й лестнице по сети адры открывает команда Газрунского сельсовета «Бобры». За «Бобрами» шагают старики-разбойники, их подгоняет адреналин и оптимисты. Уже по названиям, понимаем, скучно не будет. Всего 11 команд представителей сельсовета в Первомайского района собрались на стадионе «Березовки». Трудно собирать, возраст уже, конечно, и все. Но потом, когда вот соберутся, уже не разгонишь. Они уже столько позитива нахватаются, столько энергии друг от друга. Возраст участников от 55 и старше. И что любопытно, испытания не представили для спортсменов особой трудности. Они к ним готовились, некоторые отличились особой гибкостью, ну а некоторые ставили рекорды в отжимании. Татьяна Яценко, представитель команды «Сибирского сельсовета», считает, что подвела свой коллектив. Результатом женщина недовольна. Говорит, зрение уже не снайперское. Хотя всегда любил пострелять. Расскажите, каким образом готовились к этому испытанию? Таким образом. Берем и стреляем каждый день. В смысле, дома? По банкам? Нет, по мишеням. Дартс, городки и пенсионер-бол. Все это была, можно сказать, разминка перед решающими стартами. Настала самая любопытная и захватывающая часть соревнований – эстафета. Участники, видимо, настолько соскучились по зиме, что прямо на траве встали на лыжи и сели в санки. Без курьезов здесь не обошлось, но серьезных травм никто из спортсменов не получил. Заслуженные награды достались всем, как в личном зачете, так и в командном. Обладатели трех первых мест, помимо медалей, увезли домой денежные сертификаты. Фонд депутата Государственной Думы Александра Прокопьева постоянно поддерживает эту спартакиаду. Третье место по итогам всех испытаний досталось хозяевам поля – представителям Березовки. Второе – у Боровихи. Ну а первое забрали бобры из Бобровки. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости.